Всем привет, с вами Novitol. Сегодня будем рассматривать задачки на root.me и формат string эксплуатации. Формат string эксплуатации является, наверное, более специфичным, нежели предыдущие, то что мы и рассматривали. Это будет разогревочное задание перед тем, как мы будем решать на hack the box Rope, где как раз-таки используется формат string, и там до экскалации рута нужно использовать brute force канарейки. Надеюсь, что Rope в скором времени будет как ретари от машины, потому что она до сих пор сейчас активная, то есть я буду некий в коем роде спойлерить, но в принципе задачка выходила достаточно давно, Rope, даже не помню, когда она уже вышла, поэтому, я думаю, имеет смысл до нее уже добраться. Но перед этим нам нужно научиться правильно эксплуатировать формат string. Давайте рассмотрим. Будем рассматривать две задачки на root.me. Первая достаточно простая, то есть мы будем просто считывать информацию со стэка, используя формат string. Второе, мы будем, получается, записывать на стэк, используя опять-таки формат string уязвимость. Сама сущность уязвимости заключается в том, что если юзеру доступно получать, если юзер контролирует первый аргумент функции printf, либо же все, что связано с форматированием, давайте посмотрим мануал printf, то есть существуют разновидности функций printf, то есть printf, printf, dprintf и так далее. Но самое важное, что если юзеру доступно именно формат, получается, где в printf это первый аргумент, в printf это у нас второй, в printf это тоже второй, в данном, получается, задании у нас используется fprintf, так, я не хотел на тебя нажимать, и поэтому текущая функция, она уязвима. Уязвима в том, что когда мы, например, пишем какую-нибудь прогу, где используется вообще форматирование, например, возьмем c или то же самое, то, что будем использовать fprintf, точнее, просто printf на сях, то мы в нашем программировании, в нашем коде, мы можем часто использовать такие для сообщения, получается, placeholders для формата. То есть s это получается какая-нибудь стринга, d это получается integer, x это получается у нас hex, и так далее, l там long, и в этом как раз-таки заключается самосущность текущей уязвимости. В текущем задании, получается, нам дано буфер на 32 байта, куда с помощью syscall.fgets мы считываем, получается, текущий файл, паз.wd, который может прочитать только юзер с postfix, который кракет, и после него мы просто... он просто считывается, и все, то есть мы его потом даже не принтаем здесь. Мы как раз должны использовать printf, чтобы научиться считывать информацию с буфера. Если бы... мы могли бы... давайте сначала мы зайдем по SSH сюда, чтобы проверить одну теорию. Теория заключается в том, что можем ли мы под дебаггером... то есть если здесь в программе она не принтается, текущий буфер, а можем ли мы под дебаггером, соответственно, просто найти, получается, адрес текущего буфера и просто запринтать информацию в нем, которая является текущим паролем. То есть вот наш паз.wd, он, соответственно, под кракет-юзером, и мы его считываем с помощью suvd-бинарника, который при запуске вот этого чфайфа. Проверяем сначала сам бинарник. Смотрим здесь, кстати, что все, получается, security-флаги выключены. Наш бинарник над стрипит, то есть у него есть дебаг-символы. Используем gdb. Давайте перейдем на формат интела, дизассембла. Делаем дизасс-мейн. Ставим breakpoint здесь, где у нас стоит fgets, то есть там, где мы принимаем наш буфер. Ранаем. Постановились на breakpoint. И смотрим, что получается. В fgets у нас идут три параметра. Первый параметр, получается, это ссылка на буфер. Второй, это у нас, получается, лимит. Hex 20, это у нас 32. И третий, просто сам секрет. То есть мы могли бы, в принципе, считать сам секрет. Где он? Скорее всего, вот этот. Это пойнтер на файл. Точнее, мы, наверное, считываем буфер после того, когда в гетс загонит его, когда его считают. То есть давайте посмотрим текущий буфер. Ссылку, точнее. Так, сколько здесь? 32. То есть получается, это у нас 8. 8 вордов. Вот. Это у нас получается текущий буфер. Если мы сделаем next instruction, то у нас здесь будет ошибка. Ошибка случается в том, что не хватает какого-то файла для дебаггера iofgets.se и он как раз таки пытается его найти в корне текущего задания. И мы, соответственно, не можем дальше прочесть. То есть мы не можем использовать дебаггер. И если бы мы даже бы нашли текущий файл iofgets где-нибудь из репозитория с гитхаба и попробовали его положить, то мы не сможем его положить. Потому что текущий в директорию нам нужно эскалироваться до крекет юзера. Поэтому мы им здесь не сможем ничего создать. Вот. Но мы, соответственно, можем заликать информацию, используя формат string. То, что используется здесь. То есть ему на вход передается первый аргумент. Давайте посмотрим, что мы передадим. То есть если мы передадим просто какую-нибудь информацию, то он просто ее запринтает. а если мы передадим, d, то есть это как получается decimal, то он получается принятый 32. 32 в hex это 0x20, а 0x20 это обкод пустого места. То есть это пробел. Соответственно, если мы это сделаем как x, то есть это будет у нас как раз-таки 0x20, который в hex. Теперь, соответственно, давайте попробуем и загнать то, что мы контролируем только первый параметр. То есть если бы мы попробовали бы передать, то есть как второй параметр, мы по-любому идем, то есть влияет только получается первый, точнее аргумент, который передается в текущую программу. Поэтому мы должны взять ее в кавычки, так как мы передаем только один аргумент. И замечаем, что нам выходит больше информации. Формат string относится к классу уязвимостей как называемый readout of bounds или как бы memory leak, то есть или какой-то информации такого, как, например, hardblitz можно отнести в то, что в SSL было. где мы могли послав определенный пакет, мы могли получать считывать вне границы буфера. Также у системы были такие же уязвимости. Так, сейчас я вспомню, как звали компанию, которую их открыли, Qualys. это кажется было в 18-м году. Да, у CSMD это получается в сервисе, то что в ринус дистрибутивах крутится, у них тоже было получать out of bounds read, я это как раз когда тестировал. Кажется, это было позапрошлым году или в прошлом году, уже не помню. Если в 18-м году, я не помню, когда я не тестировал. Но, в общем, такого рода атак, они очень полезны тем, что их можно комбинировать с другими эксплуатациями. То есть, вы можете высчитать какую-то определенную информацию и, соответственно, потом эту же информацию сетев. Что хранится на стеке? Это поинтеры на ваши переменные, на вашу кучу, то же самое канарейка, то есть, вы можете обходить какие-то определенные защиты. И, в общем, все, что хранится на стеке, вы можете, соответственно, считывать с помощью таких атак. Ну, имеется в виду рода атак. То есть, зависит все, конечно, от самой ситуации. В текущей, получается, нашей бинарнике мы будем делать memory leak стека и при этом увидим, что на стеке у нас будет храниться, получается, пароль .data file. И давайте мы вместо того, чтобы просто так отпринтать постоянно xxx, давайте мы сделаем следующее. Во-первых, мы можем еще сделать позиционирование, что ли, то есть padding, то есть 08, это означает, что 8 байт, так как у нас, точнее, не 8 байт, а 8 символов, так как у нас мы хотим выплевывать именно адрес, а это у нас 3svbit, бинарник, если не ошибаюсь, это 3svbit бинар, где адрес у нас 4 байта, то есть нам нужно получается 4 на 2, нам нужно 8 символов. Вот. Чтобы узнать, где именно у нас, чтобы вообще просто посмотреть, что, чего мы можем добиться, таким образом, давайте напишем прямо здесь в inline python print и 08x будем с пробелом, будем принтать, например, 20 раз. Вот. Теперь, что же самое интересное, вы заметите, что здесь начинаются адреса с bff, b7, мы можем параллельно зайти, давайте в отдельном окошке зайдем еще раз, откроем новую сессию с Саша, и с помощью через gdb мы просто хотим посмотреть, что у нас это за адреса. Так, gdb, чеф. Поставим я не просто breakpoint, потому что есть в gdb такая команда, которая называется info-proc-map, то есть в info-proc-map как раз-таки указаны диапазон адресов между стеком, каких-то там шарик библиотек, та же самая информация хранится в slash-proc-self, то есть self это bid, то есть id-шник процесса, там, где он хранится в мапсе. у меня, у меня, например, здесь это будет proc-self, и где-то здесь есть maps, да, вот, то есть proc-self-map, здесь как раз-таки хранится, вот, ну, это сейчас у меня, то, что крутится в Linux VM границы моего стека, здесь у меня 4-битных, соответственно, мы сейчас все же самое это можем и видеть, используя в gdb, но для этого нам нужно зарануть процесс, чтобы мы заранули, остановились где-нибудь на каком-нибудь breakpoint, и мы, давайте просто поставим где-нибудь breakpoint, где-нибудь, просто, например, на мейне даже, заранули, остановились на нашем мейне, делаем info-proc-map, и здесь видим, получается, начало адрес границы стека и конец границы стека, и то, что мы вот отсюда ликаем, мы как раз-таки видим, что вот эта информация, она принадлежит стеку, то есть это стек адреса, то есть bff, df, то есть как раз-таки это входит, p7, это, скорее всего, где-то либо ld, то есть это динамический линкер, либо где-то принадлежит, в общем, этим адресам, c5, 08, то есть вот это получается 08, это как раз-таки принадлежит нашей программе, то есть это локальник, это переменная, 39, очень сильно похоже на строку, ну, таким образом мы можем, в общем, ликать стек, теперь давайте посмотрим, что мы можем больше, то есть нам нужно найти, где здесь находятся текущие пароли, этот pass.vd файл, где он здесь, давайте попробуем заликать, например, скажем, 200, 200 получается, адресов по 4 байта, и замечаем, что здесь есть большие повторения в конце, то есть у нас, в принципе, программа уже закончилась, и просто в буфер закидывается, так как, получается, в 300-битной системе параметры хранятся на стеке, то есть как раз таки мы здесь еликаем наши параметры, которые передались в стек, то есть, если мы вот это возьмем и попробуем задекодировать, то очень сильно похоже на то, что как раз таки мы передаем эти наши 0.8x, то есть, если взять, например, 0x25, это у нас процент, 0x30, это 0, 0x83, это 83, так, это, наверное, уже не относится к нам, 25, а, нет, не 83, 38, я неправильно взял, 38, это наши 8, 78, это у нас x, ну да, то есть получается как раз таки это вот то, что мы передаем на стек, так как у нас в 300-битной системе параметры хранятся на стеке. Давайте, потом тоже строков задекодировать. Да, то, что как раз таки мы передаем. Теперь наша задача заключается в следующем. Мы хотим узнать, где именно у нас на стеке хранится наш, получается, значение нашего пароля. Единственное, наверное, точнее, одно из вариантов, который мы можем использовать, который я бы, наверное, сразу бы рекомендовал, это просто попробовать симулировать текущую же программу. То есть мы просто возьмем текущий source, то, что нам предоставлено. мы здесь создадим кассичный файл, скопируем сюда, поменяем просто здесь. Это можно было и не делать, но я решил сделать. Поменяем здесь просто файл passvd, и в наш passvd файл мы закинем, например, aaa.bbb в passvd файл. Создали passvd файл, теперь мы должны скопилить. Будем компилить, соответственно, это у нас 30-битная и без stack protector. No stack protector. Это как раз-таки канарейка, которая должна стоять. Test, test, c. Минус м32, это то, что мы по 30-битную систему, то есть мы по 30-битной бинаре хотим сгенерировать. Для этого вам нужно будет поставить, по крайней мере, для db-пакетов gcc и multilib. Сгенерировали наш бинарник. Пробуем протестировать у него. Работает. Теперь. И да, соответственно, то же самое, давайте мы сейчас закинем в наш локальную среду. Вот это у нас получаются наши аашки и дтбшки нижнего регистра. 61-62. Смотрим, где именно он находится. Получается, он находится на позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 и 8. Если мы здесь посмотрим то же самое, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то у нас вот эти адреса, они являются стэком, и это какой-то шарит библиотеки. то есть мы здесь соответственно не можем ориентироваться на позиции стэка, даже если мы скомпировали таким же образом, но мы здесь можем по крайней мере у себя локально протестировать следующее. То есть есть такая еще специфика формат стринга, то что мы можем указывать позицию, которую мы хотим принтать. то есть 0,8x это у нас показано то, что мы хотим принтать 8 символов и пробел здесь, чтобы мы просто делали разделение между нашими принтами. Но мы соответственно хотим запринтать получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 позицию на стэке, то мы сделаем следующее. Мы делаем вот так вот. То есть мы делаем 7 позицию и принтаем 0,8x вот. Мы сейчас запринтали получается только ее. И соответственно чтобы запринтать 8 позицию точнее то, что после него мы делаем 8. Ну и соответственно как вы поняли чтобы запринтать оба получается обе данных то, что с нашего пароля мы делаем 8 доллару 0,8x доллар то есть это как бы просто если вы прочитаете printf как он работает то есть там где-то у нас описано сейчас попробуйте найти само слово то есть в самом мануале это описано как именно это дело используется формат формат стринг не знаю даже как правильно терминологию этого доллара я бы сказал что это просто позиция именно того что вы хотите запринтать вот теперь получается мы выяснили вот это у нас как мы можем с этим оперировать теперь сделаем следующее давайте давайте мы то есть мы видим что в принципе после того как мы увидели так эфье эфьет у меня тоже получается мой стек или офседен мой стек но это уже без раз я думаю если мы можем здесь уже не здесь уже не использовать текущую локальную среду здесь просто научились что мы можем таким образом принтать то что мы хотим а не весь мусор давайте мы сделаем теперь следующее мы теперь возьмем то есть там соответственно не нужно вот эти 200 мы знаем что наша информация находится где-то ну по крайней мере в этом в самом начале мы можем сделать следующее мы можем в принципе взять вот эти все 20 байт которые мы залегли я думаю можно делать даже принципе все но давайте попробуем сделать все скажем 200 всего стека скопировали и здесь просто на питоне создадим ссылку ой точнее строку вот у нас есть строка давайте назовем ее перемену как с типа string теперь просто мы берем создаем перемену l как list и засплитаем по получается пробел у нас есть массив из стрингов теперь мы просто хотим получаться стринг превратить в hex и именно заметить что это у нас как бы идет как стринга это мы можем сделать как значит просто протестируем 16 точнее 16 32 да у нас работает и после этого мы можем сделать как char то есть мы здесь переводим его в hex потом просто переводим его в васки давайте и заитерируем все наши l таким же макаром x16 а x у нас будет элемент из итерации l массива ой вот так вот а неправильно сделал нам нужно использовать struct нам нужно использовать struct сейчас посмотрю мы это как чар у нас только 1 байт берет а чтобы сконвертировать его в васки мы будем использовать struct так как у нас здесь больше чем ну в смысле у нас есть как бы разумеется больше чем 1 байт то есть мы будем использовать struct .pack integer соответственно например вот это значение 16 и здесь это получается у нас будет little indian integer да вот теперь соответственно мы все что то же самое сделали просто поменяем на struct .pack это все что мы запринтали и здесь в принципе можно единственное что можно сделать это здесь можно просто в нашу ветерацию добавить типа фильтры либо же просто пройти посмотреть по глазам потому что он уже сразу бросается что вот то что мы говорили являюсь нашей строкой здесь заметь что еще есть перенос строки перенос строки это у нас 0x20 ой точнее нулей посмотрим если у нас здесь где у нас здесь есть bytes 0 а вот он и вспоминаем что у нас это little indian то есть 64 это у нас как раз таки маленького регистра d просто d ой 64 то есть у нас здесь d и тут у нас получается сама строка скорее всего где-то возможно где-то до сюда давайте попробуем вот эту часть взять в принципе мы ее уже запринт или внизу я сейчас просто хочу еще раз убедиться что это то что мы являемся опять создадим получается да и вот наш пароль является вот этой строкой давайте протестируем можно убрать весь мусор я думал там я уберу так это мне кажется вот эти кавычки точнее бракеты они тоже являются символом и как это уже делал да все решили ну в принципе это у нас было первое давайте сразу приступим ко второй я думаю здесь более-менее понятно что мы можем использовать 08x точнее просто процент x в формате 8 символов для memory leak информации со стека давайте приступим ко второй она более интереснее думаю на второй нам дано получается сорсный код здесь включен nxb то есть мы не можем выполнять код произвольно на стеке на хиппе и здесь также есть канарейка стек смешинг протекшн включена дано получается массив 128 байт где каждый байт обделен есть также локальный перемен на чек с каким-то значением на вход принимаются два аргумента она принтается здесь и здесь как раз используется уже другой snprintf давайте посмотрим его мануал snprintf вот где как раз таки формат является третьим вот здесь и он нам подвластен то есть мы контролируем третий получается параметр текущей функции используя наш аргумент и задача заключается в том то что есть локальная перемена с таким-то значением нужно будет ее просто изменить на deadbif как только мы сделали deadbif то есть изменили текущее значение мы получаем shell теперь в этом задании мы будем записывать на наш стэк то есть мы хотим писать а каким образом мы можем писать с помощью формата стринга здесь в текущем мануале именно в debug точнее в developer версии то есть man3 внизу есть такая секция как как называется там bugs и здесь указано что if то есть точнее то что приходит в начало нашего printf comes from untrusted user input то что ну мы являемся недоверенным user input and it may contain %n causing the printf calls the right to memory and creating security hole то есть мы можем использовать вспоминаем что у нас есть процент x чтобы мы получается принтали hex процент d для интеджера процент что там еще s для стринги и так далее но еще есть процент n это который как раз таки пишет в память он пишет используя процент end мы можем писать в память а именно в стек давайте мы это дело протестируем заходим по sh так зачем открыл окно после передачи информации какой-то смысле точнее после передачи аргументов в наш программу у нас что здесь check add смотрит кажется это адрес check add то есть да он показывает адрес где у нас расположено стеке и здесь чек это просто само значение а нам мы должны соответствовать вот это значение изменить на deadbif чтобы получить shell это мне кажется можно игнорировать это ну просто мне кажется показывает что там именно является в формате то что он делает просто создает буфер формата и потом как мы это дело загнали и потом это просто он принтер нам думаю важно посмотреть сюда то что это как раз таки является позиция чека мы наверное могли бы это посмотреть сами используя gdb посмотрим сможем на этом сами понять где находится так опять перевожу где мы посмотрим вот где у нас получается находится так не формат сет воспринимается буфер наш нам нужен чек чек вот идет первый printf то есть там где идет первый printf посылается чек в смысле pointer начать давайте смотрим здесь сэмбри у нас есть printf или putz вот давайте поставим breakpoint но в принципе здесь можно думаю сразу поставить получается в ягс регистр закидывается так как printf принимает здесь строку и в строке передается hex чека я думаю здесь он будет находиться поставим breakpoint на main нужно поставить на main нужно поставить здесь чтобы перемен должна инициализироваться давайте удалим текущий breakpoint за раны так что не поставил subbreakpoint а здесь выходит exit там нужно передать arguments то есть рануем и например так теперь мы смотрим соответственно там где мы поставили breakpoint где он в эту printf эту строку то есть экзамен в как этот как строку и соответственно что туда передается x эта строка а нам нужно то что передается еще в сам принтер функцию скорее всего вот это да 0102 0303 04 как раз таки передается сам чек а мы хотели узнать его адрес b08 это адрес это адрес находится на стеке да это почти похоже на то может она поменялась сам здесь айслар кажется не включен ну да то что айслар не включен но адреса адрес получается нашего чек переменной он всегда меняется зависимость от чего мы добавили в принципе логично то что мы добавляем что на стек там он типа когда делают в sub esp наверное меняет скорее всего адрес в общем наши адреса зависит от того то что мы будем здесь добавлять я думаю это не должно помешать нам мы сделаем следующее мы то есть попробуем здесь опять-таки запринтить используя наш питом программу запринтим 20 мне кажется у нас есть есть лимит то есть мы даже можем пушить сколько точнее принц сколько угодно но у нас здесь формат буфера закидывается только получается какой-то лимит 128 поэтому не имеет смысла сколько мы будем больше придавать запринтим просто получается 20 так как 20 еще плюс здесь сколько 45 символов с пробелом мы делаем следующее мы хотим убедиться где у нас расположены получается наш аргумент на стеке то есть мы закинем какие-нибудь получаются различаемые символы например ашки закидываем его сюда точнее не хочу принц все хочу получается просто закинуть наши ашки 4 конкатинируем его с этим нашим формат стринг то что мы будем закидывать вот видим что наши ашки это получается то что то что мы закинули с нашего аргумента видим где она расположена у нас на стеке теперь наша задача заключается в следующем что мы хотим использовать процент n процент n работает следующим образом что он видит количество получается так как бы это объяснить то есть количество получается символов и потом он просто записывает его так я здесь сделал некую паузу посмотрел как у нас точнее здесь в соблами написал чтобы было легче это все сейчас понять потому что мне сейчас кажется будет немножко не совсем чистый и как бы кристалл клеер как говорится то есть мы делаем следующее в нашем эксплуатации мы положили на начало стека или как бы как правильно говорить дно стека то что мы передали с нашего аргумента так как в 300-битной системе параметры передаются также в стеке хранято также в стеке передали узнали какую позицию нам нужно получаться какую позицию мы контролируем девятую позицию так как мы теперь хотим записать точнее перезаписать переменную чек ее значение вот этот и здесь нам программа сама говорит ее этой переменной то есть мы соответственно можем вместо наших ашек положить вот это в little engine текущий адрес давайте мы это сейчас сделаем то есть little engine это будет соответственно c8 fa так fa ff pf положили ее на 9 то есть запринтали девятую позицию здесь опять я забыл x вот он сам адрес что мы положили его на 9 позицию теперь соответственно вспоминаем %n %n он у нас записывает как мы посмотрели там в мануале то есть если мы через получается %x мы принтаем 8 символов то что мы здесь указываем и мы можем соответственно также делать print н символ то есть вместо того чтобы здесь принять 8 раз 08 x мы можем это дело укоротить до 9 доллар 9 доллар и у нас кстати поменялся не айм не c8 а е8 8 мы соответственно запринтали девятую получается позицию на стеке который был который был здесь который здесь находился вот здесь находилась вот то есть здесь привел некую формулировку в плане этих математических всяких разных формул теперь получается с помощью %n то есть с помощью %n мы можем записывать m байтов на n-ую позицию то есть формат следующий идет %m x %n $n здесь получается $ точнее %n это n-ая позиция которую мы хотим записать с помощью n это маленького n точнее большая n это позиция m это количество байт то есть если мы хотим например записать скажем deadbif именно взять кусок типа где кусок бифа то мы будем записывать именно количество байт давайте назовем здесь стек байц лайн что понять как бы написать то есть мы бы нахотели записать давайте попробуем сделать следующее мы здесь делаем получается 100 записи а соответственно девятую позицию вот то есть с помощью процент 100x перед долларом мы делаем следующее мы добавляем 100 нулевых байтов в хексе и записываем на девятую позицию 68 соответственно мы перезаписали наш чек даже вышло сообщение и он живет так как у нас в сорсах есть проверка что если мы не являемся дебифом или не являемся оригинальным значением то мы он живет вей сшат 8 в хексе это у нас 104 кажется да это 104 потому что мы записали 100 и плюс 4 то что мы записали сам адрес нашего чека поэтому наши чек как бы переменная на которой является девятой позиции мы записали на 68 что является 104 в децимеле поэтому если мы хотим записать соответственно дебиф то мы хотим сюда записать то есть биф это у нас в децимеле 48 879 минус 4 потому что если бы мы записали бы вот это число то у нас суммируется плюс 4 то что до этого было поэтому будет не бифа биф плюс 4 поэтому хотим здесь отнять минус 4 который дается от адреса все это число так вот мы записали соответственно биф вместо чека теперь нам что нужно сделать нам нужно записать вторую половинку это у нас dead так как у нас интеджер в этот чек это у нас то есть чек это у нас это интеджер получается в 3 субитной системе интеджер это 4 байта то есть на все текущие получается в среде сайзов как бы наш чек чек является 4 байта есть соответственно в этом внимание printf length delimiter сейчас я не знаю где он сейчас покажет вот он а length modifier то есть называется то есть L у нас long а H это у нас соответственно short интеджер то есть 2 байта так как у нас получается чек это 4 байта мы 4 байта делим на 2 на 2 куска то есть на позицию здесь которую нам указывает здесь нам он указал соответственно AE8 то есть это у нас начало и соответственно следующий кусок то есть следующие 2 байта это у нас будет как бы значение dead то есть мы к E8 добавляем 2 то есть у нас будет EA и соответственно вот этот второй адрес на dead чтобы записать dead нам нужно получать что является в децимале 57005 но перед этим мы соответственно должны отнять то что было записано до него так как здесь получается уже есть вот текущий получается все то есть мы здесь записали вот вот эту фигню плюс нам нужно записать получается для деда то есть для деда мы запишем получается на вот этот текущий адрес давайте я запринтую то есть мы здесь соответственно указали здесь позицию на стеке куда бы не записывать наш биф теперь записываем соответственно в литл эндионе е а ф а ф б ф плюс соответственно 57005 минус 48 775 то что вот этот было минус даже лучше так сделал чтобы было понятнее вот так вот то есть мы соответственно берем здесь наше дед минусуем от того то что было здесь что указать сразу 5 то есть минусуем то что было здесь и минусуем 4 потому что мы добавили еще 4 байта и мы записываем соответственно на следующую позицию на стеке это у нас будет 10 позиция поэтому здесь мне кажется он сразу не отнимет нам нужно самому сразу сделать это будет у нас 8626 так у нас изменился адрес ad8 поэтому давайте сразу поменяем то есть у нас получается до этого было ае8 атец витч d8 то есть у нас получается d8 d8 плюс 2 это будет d а d8 а и так как мы здесь добавили 4 байта мы должны также отнять от самого витязь получается он нам здесь не добавил и здесь я еще забыл добавить наш h h опять-таки это дело для того чтобы мы здесь разделили 4 байта на 2 length modifier вот и соответственно отнимаем минус 4 то есть у нас будет 71 так d8 fa ff bf а я забыл здесь x поставить вот в общем как говорится в общем и целом данного рода формат string то есть данного рода эксплуатация формат string она очень специфичная то есть ее можно запомнить вот эти все позиции путем постоянной практики которые в принципе я не делаю потому что как вы видите чтобы допустить ошибку для формат string это делается на программном уровне чтобы получаться ну разработчик как бы просто предоставляет юзеру контролировать его формат мне кажется даже возможно типа компилятор в принципе компилятор мне ничего не сказал то есть ну мне доступно это в смысле мне доступно то есть я контролирую сам формат поэтому то есть это наверное происходит путем какого-то его аудита source кода либо же ну если например он уже скопили вам дан просто бинарник вы просто пробуйте в него закинуть в CTF-х кстати это часто используется по крайней мере то что я видел но то есть вот это все мне кажется просто дело запомнить нужно просто постоянно практиковать по поводу практики теперь соответственно следующая задача которую мы будем использовать формат string это у нас будет как-то бокс и роб то есть ну машина на как-то боксе называется роб она считается сложной там 10-10 что ли она реально сложная потому что ее давно не ретарили и она вышла очень-очень давно даже не знаю когда там где-то в октябре возможно что ли и типа она является ну по крайней мере очень крутой то есть там юзер получается делать через бинарную эксплуатацию и получать рута эскалируетесь тоже через бинарную эксплуатацию на юзера соответственно там формат string на руте там что-то другое там будет канарейка сразу спойлерю но мне кажется ее должно уже скоро заретарить поэтому следующий урок я постараюсь сделать либо же успеть до того как она будет заретарена потому что ну сколько уже можно ждать как говорится либо же это будет уже реальным спойлером поэтому ну здесь уже как-то никак мне просто хочется чтобы мы решили как-то бокс роб поскорее потому что чтобы мы убрали со стека то есть мы закончили все наши как бы все задачи по стеку здесь на рут медис остались другие но в принципе они там то есть я их не решал во-первых во-вторых мне они показались в принципе все однотипными то есть здесь просто мне кажется имеет дело рассмотреть вот на следующий который я буду на что время уделять это линкернил то есть ядерная эксплуатация они более интересные и на кучу смотреть еще на хип и в принципе вот то что все идет со словом hard посмотрю потому что в рутме ребята молодцы они там добавили новые задачки в принципе все с этим формат с тринговым думаю было достаточно коротко и емко то есть ну это видеть нужно самому еще раз сесса текущие вот эти формулы я наверное закину в комментарии чтобы можно было по ним легче ориентироваться в принципе вы можете также найти в мануалках в других примерах все всем спасибо все